всем привет дорогие друзья сегодня у меня в руках зажигалка немного позже нам понадобится еще 100 грамм белого порошка но это будет во второй части ролика пока самая обычная жига made in china почему я взял ее сегодня в руки тут дело в комментарии пользователя к одному из наших роликов не так давно иван черевков попросил проверить сколько может гореть обычная китайская зажигалка дело в том что на этикетке написано не держать зажженном состоянии более 30 секунд что произойдет зажигалкой по истечении этого времени не написано но интересно я знаю но по крайней мере сам несколько раз слышал такое мнение что если долго держать зажженную зажигалку то она может взорваться по моему это конечно бред но бывает всякое поэтому давайте проверим я сейчас зажгу зажигалку и буду ее держать до победного конца шутка конечно этого делать я не буду если мы проводим какие-то опыты то всегда думаем о технике безопасности поэтому в специально оборудованном для этого месте установили четыре разных зажигалки сейчас вместе с вами посмотрим какая жига сколько прогорит и что вообще с ней произойдет ну мало ли две зажигалки без названия одна зажигалка лента и одна под маркой 365 дней все они сделаны в китае и на всех одинаковые предупреждения я имею ввиду 30 секунд горения смотрим прежде всего первая наша ключевая точка 30 секунд горения смотрим что произойдет ничего не происходит все четыре образца продолжают преспокойно гореть дальше ну что тут скажешь хорошо хотя с другой стороны у каждого изделия просто обязан быть определенный запас прочности молодцы китайцы работают как ни странно их творения тут можно немного ускорить и вот тут время второй ключевой точки эксперимента 2 минуты 39 секунд прозрачная зажигалка без названия сходит с дистанции просто перестала гореть и все что с ней случилось будем разбираться потом пока просто смотрим дальше 3 минуты 40 секунд зажигалка торговой сети лента начинает как-то странно себя вести довольно долго она так хулиганит но на 4 минутах 30 секундах пламя перестает дергаться и нормально горит дальше 5 минут 10 секунд лента сходит с дистанции на вид она кстати казалось самая надежная на деле вот прогорела всего пять минут тут у нас два явных лидера 365 дней и зеленый ноунейм тут лучше все конечно на ускоренном смотреть а то все это может надолго затянуться время идет причем ускоренно идет а зажигалки продолжают при спокойненько себе гореть дальше такое впечатление что их вообще ничего не беспокоит в этом мире но потому как со временем уменьшается размер пламени видно что это их невозмутимость только внешне на самом деле нелегко конечно дается им это противостояние особенно если сравнить вот раньше какое пламя было и вот какое стало теперь вообще уже можно сказать еле теплится ладно давайте посмотрим сколько они еще протянут пламя у 365 дней уже настолько маленькая что его уже почти не видно тут я уже даже свет выключил чтобы не пропустить момент когда какая-нибудь жига все-таки потухнет они потихонечку все горят ладно давайте посмотрим ну тут вообще все уже чё там 365 дней еле теплится но юридически продолжает гореть будем ждать полностью выключил освещение зеленый но он им видно нормально 365 дней еле-еле заметная точка видео видео Тут уже обе зажигалки видно плохо, еле заметные точки, ну давайте попробуем увеличить. Все, зеленая потухла. 365 дней становится лидером нашего сегодняшнего марафона. Ну, если, конечно, так можно выразиться. Включаем свет, видим, что зажигалка еле-еле душа в теле, но продолжает гореть. И вот она, последняя вспышка, говорит о том, что зажигалка окончательно погасла. 21 минута 12 секунд. Полное время горения зажигалки торговой марки 365 дней. А чтобы понять, что происходит с зажигалками, если их долго держать в зажженном состоянии, нужно просто посмотреть на то, как они устроены. Если снять металлический защитный кожух, то видно, что рычаг, который открывает клапан подачи газа, от воздействия температуры просто деформировался и перестал нормально работать. Видно, что при нажатии газ немного травит, но его недостаточно, чтобы зажигалка работала. Устройства у этих зажигалок одинаковые, поэтому если их долго держать в зажженном состоянии, с ними происходит идентичная поломка. Почему одни зажигалки горят дольше, чем другие, ну тут тоже все просто. Дело в качестве пластмассы не более. Поэтому и время непрерывного горения у зажигалок разное. С этим вопросом, я думаю, разобрались. У меня лично, конечно, такое небольшое разочарование было. Ничего зрелищного не произошло. Понимать-то я, конечно, понимал, что все так будет, но мыслишка проскальзывало, а вдруг все-таки бахнет. В общем, на этикетках есть еще одно предупреждение. Не подвергать воздействию огня. Учитывая то, что в зажигалках еще осталось какое-то количество газа, решили мы посмотреть, а что будет, если их все-таки этому воздействию подвергнуть. Поэтому, кстати, и взяли секретный, в кавычках, белый порошок. Просто насыплем его в банку, поместим туда все четыре зажигалки, участвовавших в эксперименте и посмотрим, что с ними будет. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Четыре зажигалки, четыре вспышки. При воздействии огня газ, содержащийся в зажигалках, обязательно вспыхнет и может стать причиной пожара. С этим, я думаю, разобрались. А на сегодня у меня все. Всем удачи и хорошего настроения! Субтитры подогнал «Симон»!